Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Владимир Курган, и впереди нас ждет интересная беседа с интересным человеком. Локация, где мы сейчас находимся, выбрана не случайно. Она знаковая как для нашего гостя, так и для меня лично. Почему, расскажем чуть позже. Ну а пока что, в первую очередь, хотелось бы отметить, поговорить о том, как, кого и зачем нужно удивлять. Во-вторых, какую роль в этой миссии играет дружба, любовь, творчество, отношение к деньгам и отношение к людям. Ну и в-третьих, как это все взаимосвязано. Естественно, все сразу непонятно, все стоит на свои места после того, как мы начнем общение с нашим гостем. Его зовут Александр. Саш, привет! Привет, Роль. Ну вот, наконец-то, мы можем уже нормально с тобой пообщаться. Давно уже пора. Давно уже пора. Ну и в двух словах я тебе расскажу, нашим зрителям, что здесь будет происходить. Дело в том, что мне в голову пришла сумасшедшая идея. Я смотрел фотографии со свадеб, которые я вел, а веду я праздники уже с 2004 года. Это больше 15 лет. Достойно. Да, и вот о чем подумал. Ну, это и корпоративы, и дни рождения, и свадьбы. В большинстве своем это свадьбы. Вот на что я обратил внимание. После того, как свадьба заканчивается, знаешь, как в сказке, да, и жили они долго и счастливо. Я решил узнать, насколько долго и счастливо они жили, и какие подводные камни хранит семейная жизнь. Их много. Их много. Почему ты написал мне? Если ты столько времени проводил свадьбы, и все основное, да, то есть, ну, вот есть много более больших, достойных людей, которым ты проводил корпоративы, свадьбы, дни рождения, и все основное. То есть, ну, почему у меня так получилось? Я тебе расскажу. Потому что вы единственный, кому я проводил годовщину свадьбы. Там и ладно. Да, так и есть. И проводил я, кстати, в Дубовом Гаю в 2015 году, если я не ошибаюсь. И именно поэтому мы здесь и проводим, да, интервью. Все очень логично. Все очень просто. Я думал, что годовщина и приглашать того человека, который делал хорошо праздник, это нормально. Или как минимум классно. А то, что, скажем так, ты сейчас мне сказал, то есть, честно, мне приятно. Пишешь ты мне в директ, а потом мы с тобой созваниваемся, встречаемся. Я сижу, думаю, ну, совпадений не бывает. Если что-то происходит, значит, происходит почему-то. Если что-то происходит, значит, для чего-то. Ну, кстати, Саша согласился только при условии, если мы будем есть и пить, а я не тот человек, который отказывается, поэтому давай. За начало интервью. За жизнь. Будем жить. Давай так, если за жизнь, то за жизнь, потому что, ну, это дело такое классное, тяжелое, интересное, требовательное. Но, когда каждое утро просыпайся, оно шикарное. Я знаю, что ты можешь, как Санта-Клаус, быть одновременно в нескольких местах. Непонятно, где ты сейчас, в Днепродзержинске, в Полтаве, или во Львове, или в Днепре. Почему так много городов? Расскажи в двух словах, чем ты занимаешься. То есть, после Полтава, ну, скажем так, в прошлом году я открыл там новое предприятие, которое потихонечку работает. Львов работает до этого. Во Львове у меня мусор, пила, рама и все остальное, допустим, да. В Днепре у меня свои нюансы, свои разговоры и все остальное. То есть, в Днепродзержинске, потому что, ну, тут остались остатки работы, которые, ну, ее надо закрывать, потому что она уже, ну, не ликвидна, она просто держит себе на ноль и прибыли не приносит. То есть, знаешь, вот, волконоги курбят. У тебя несколько бизнесов, я так понимаю, пила, рама и мусор. Что значит мусор? Ну, понимаешь, мусор людей – это мусор. То есть, умные люди его сортируют. То есть, пластик, один, 17 видов пластика в реальности есть, которые перерабатываются очень хорошо. Стеклобой, всякие, скажем так, металлы, цветные металлы. То есть, ну, ты знаешь, что хозяинство волки, и не одной. То есть, и получается, ну, оно дает. Оно потихонечку дает. Оно потихонечку умирает, потому что, скажем так, наше государство сейчас сделает так, что оно как-то, ну, не так оно работает. То есть, дальше открыл, скажем так, пила раму. Есть у меня, вот, ты меня спрашивал, что такое павловния, допустим, да? То есть, деревья. А, да-да-да, павловния. Да, окей, это, по-моему, самая последняя у тебя в Инстаграме фотография. Ты буквально недавно сделал там какое-то растение. Да, у меня… Похоже на виноградик. Нет, какой виноградик? Похоже. Это виноградик будет только как дуб. Через пять лет? Ну, внешне. Вот такой вот. Ну, там, маленький росточек. Павловный. Росточек. И тебе подарю. Один саженец. Ты его посадишь и прикулийся. Нет, от души будет тебе приятно, поверь мне. То есть, и твоя жена, то есть, ну, вы будете глубоко удивлены. Я еще не знаю, что это, но Google в помощь. Опять же, допустим, два года назад я начал проект по поводу… Вот, череви калифорнийские. Что такое? Вкусно. Вкусно. Ты не понял? Да они жрут столько, сколько наши жрут. Ну, только почему до килограмма этих червей на год назад стоило 400 гривен килограмм. То есть, это тоже твой бизнес? Да. Мне потихонечку отдает судьба, предные вещи, которыми я занимаюсь. Мне отдает судьба развития. Хорошо. То, что обо мне думают другие, честно, мне на**ать. Если хотя бы одни человеку, прошло бы жизнь от бедного студента, от… Вот у меня мама педагог, папа у меня токарь. То есть, у меня сейчас ни одна машина, у меня сейчас ни один дом. То есть, никто не знает, где оно, что, как есть. И поверь мне, то есть, ну, у меня друзья, родственники, сейчас уже получается, да, влиятельные в области, допустим, не только в этой области. Ну, я хочу, чтобы это мои дети приняли правильно и хорошо. Ну, нужно отдать тебе должное, потому что семейные ценности у тебя на первом месте. Нет. Учитывая… Смотри, если бы были семейные ценности у меня на первом месте, то бы сидела бы моя жена. Она просто об этом не знает, что мы с тобой встречаемся, и так получилось. Ты знаешь, как вот свадьба в понятии людей – это что-то красивое, что-то идеальное. И обычно, что мы делаем, особенно с соцсетями, мы выкладываем все самое лучшее, все самое хорошее. Но что-то остается… У меня нет ни одной, скажем так, фотки в соцсетях со свадьбы. Нет, я имею в виду, очень многое остается в закулисе, что люди не хотят показывать, и о чем не хотят рассказывать. Это правильно. Да. И почему мы с тобой встретились? Я бы хотел узнать, что в твоей жизни произошло хорошего, и что осталось в закулисе, о чем никто не знает, и чем бы ты бы хотел поделиться. Что было хорошее? На моей свадьбе подружка моей жены встретила моего друга, и ровно через год они женились. Это раз. После моей свадьбы мой свидетель – Витюк. Ну, я помню его, конечно, спортсмен такой. Да, спортсмен, да. Высокий, волейболист. Он женился, у него родилась девочка, ну, ребенок, помню, девочка, да. У этой пары, которая сошлась у меня на свадьбе, тоже родилась девочка, скажем так, да, то есть… Моя свадьба сделала передных людей немножко ближе, а с двумя немножко дальше. Здесь есть даже люди, которые помнят ваше рождение. Более того, здесь были те, кто вас вообще не знает, но их охрана уже вывела. Вывела и увезла. Это значит, что здесь собрались только все свои… Батя мой такой говорит, Саша, это кто? Я говорю, пап, ну, это мэр, а это, ну, ты что, не знаешь, Михаил Иванович, ну, это депутат. То есть, ну, все сразу городов, скажем так, да. А это кто? Говорит, ну, милиция, говорю, там, а это твои, пацаны? Ну, ну, да, говорю, то есть, ну, ну, как ты их всех усадил за один стол? Мы можем бегать там за друг другом, где что как, но когда, скажем так, есть общие интересы, да, человеческие. Я не говорю за ментовские, я не говорю за блатные, я тебе говорю за человеческие. То есть, мы можем быть кем угодно. Но когда, скажем так, мы друг друга рады видеть, и когда мы сидим за ним стволом, и когда мы без ножа за спиной и за стволом в кармане, мы просто сидим, улыбаемся, смеемся, и все хорошо. Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем. Я даже до конца не знал, какие гости у тебя. Я знал, что есть мэр определенного города. Можно называть? Нет, не надо. Среди гостей есть мэр определенного города, есть какие-то депутаты и есть какие-то сотрудники. Все. Но в списке для гостей это был друг, друг-друг-друг-друг-друг, и это здорово. Потому что свадьба, все друзья и все прекрасно себя чувствуют. Был даже, я помню, у него сын Артем, фамилия как-то, экс-президента Ющенко. Мы сейчас не общаемся. Мы сейчас с ним даже не дружим. То есть в момент свадьбы он был, наверное, самым близким другом в тот момент, когда это все происходило. То есть просто произошла ситуация, по которой мы просто немножко, ну, разошлись, горшки побили, я не знаю, как правильно сказал. То есть, ну, у нас сейчас вдвоем нету. Если раньше, скажем так, все были уверены, что мы там пом-пом-пом-пом всегда топчем вместе, сейчас он отдельно, я отдельно, то есть и все снимаю. Ну, ты знаешь, даже сейчас, не общаясь с ним, уже, ну, много времени, скажем так, как по мне это много времени. У меня есть, чтобы сказать спасибо. Ну, возможно, вы даже улыбнетесь этой ситуацией, и все пойдет по-другому. В крайнем случае нет. Всегда нужно попробовать. Я этого не боюсь. Жизнь меняется, крутит. Скажи, почему нету сегодня с нами супруги? Ваши взаимоотношения сейчас? Они сложные. Они сложные. Они очень сложные, скажем так. И... Давай так, по-честному скажу, как оно есть. Я об этом не давал. Семейная жизнь, изначально это... Нет. Это сложно. Ты не понял. Давай так, вот тебе вопрос сейчас хочешь? Давай, давай. Ты, когда был в ЗАГСе и подписал... Так. Бумажечку. Было такое, да. Что ты ощутил? Ну, я помню этот день. Я... В возвышенности, радость мне этого хотелось. Дальше. Спустя месяц-два. Я тебе покажу видео, потом... Нет, мы... Я понимаю, вот... Мы заглянули в ЗАГС, расписались и ушли. Все, мы даже не праздновали. Мы по дороге на работу зашли в ЗАГС. Я там в джинсах, в рубашке. Жена тоже в какой-то кофте. Расписались на экшн-камеру это все сняли. Поржали на дверь. Серьезно? Серьезно. Ну, вот настолько. Нам просто настолько комфортно было вместе, что мы решили... Ну, давай распишемся, но... Ну, о чем мы как... Как дети. Вот. И... Пошли, расписались. Все, это было как галочка, как туду-лист. Ну, хорошо, что они пошли в плач. Это неtır. И это не Formula Man. Но вот, чтобы... И это то, как мы все делаем. Что мы живем за маммитами? Что, мы живем за маммитами? В общем, наш сына есть в Мужчинах. Но у меня в Мужчинах. И я живу по-моему. И ныне вы подружья. Я просто не успевал, скажем так, работать в тех направлениях, в которых я работал. То есть мне звонят, говорят, Саша, надо древесина, а я не могу ее друзей, потому что мне там дебилы с лесхоза не привезли, потому что на пиларме не переработали. Либо там по мусору, там не запрессовали, не посортировали, стекло, металл, пластик, PET, полихлорид и все остальное. Короче, это все отдельно, скажем так. От сутки до свадьбы. Зовут Никинг, отца не медушка родилась. Его тоже зовут Саша, фамилия Дорщевский. Самый простой, работает на стол, он просто работяга. Выставляйся, будь ласка. Десятого у меня была свадьба, да. А девятого, полчаса, у него родилась дочка. Я говорю, давай так, приезжаешь в ресторан. Я заменил всем нашим пацанам. Мы собираемся в одном ресторане. Говорю, у Саньки родилась дочка, надо поздравлять. Так что покупаю там подарочки, верочки. Ну, сколько полагается. Мы встречаемся в ресторане. Он приезжает, стол накрытый. Он заходит, я говорю, Саня, все нормально? С днем рождения дочери. И мы с ним бухали, чтобы он просто понимал, часов до четырех утра, наверное. А утром не. На свадьбу, на свою. Ты можешь себе представить, нет? Я не могу представить, потому что ты выглядел таким смешеньким. Каким? Я был пожеванный, как, я не знаю. Ну, значит, ты хорошо держишься. Я объявляю вас мужем и женой. Я там поспал пару часов, скажем так, да. И, получается, ко мне приезжает друг. Другой, типа, Саня, поехали. Я говорю, куда поехали? Я говорю, мне поспать. Вот, Саня, свадьба сегодня. Я говорю, как это ***? Я, извините, мой французский. У тебя свадьба сегодня. Я смотрю, вот точно. Я встаю туда-сюда. Он такой, бери костюм. А у меня было два костюма. А мы с Серегой тоже. Ну, понимаешь, вот. У девушек все проще. Они увидели платье красивое? Я не знаю. Ну, река. Плакать будто ященька. Я не знаю. Или что попроще? Не на нее. На нее посмотрел теперь. Бублики от лошади. Плечико. Ой, молодцы. Класс, супер. Узна попроще. Да. Давайте поменять. То есть вот умные девушки его покупают. Они не берут его в аренду. Вот моя жена купила платье шикарное, дорогое. И она правильно это сделала. Она первая в него вошла. Ну, это мы только смотри. Мы сейчас на начальном пути. У нас еще, смотри, сколько свадьба, годовщина, наша встреча. Это уже сколько прошло? Ну, семь лет, да? Да. Ну, чуть меньше. Семь лет. Глядя на эти семь лет, ты можешь прикинуть, ты бы что-то изменил бы в себе и в отношении к ней? Да. Относительно себя. Если да, то что и как бы это повлияло на сегодня? Я бы кое-что не говорил. Первое. Ревность. С чьей стороны? С моей стороны. То есть я ее ревновал даже к слабу. То есть ревность это не, скажем так, как многие люди говорят, что… Деструктивность. Это, говорят, ржа… Как ржа на русском? Ржавчина. Ржавчина. Это ржавчина отношений. Я ее обидел. Вы с ней общаетесь? Да. Вот честно, я когда мы с ней встречаемся, допустим, я не знаю, чего ждать. То есть это как, ну, первое свидание, допустим, да? Это, ну, ты приходишь, думаешь, там, купить такой цветочек или такой цветочек. Или там, поехать туда, либо туда. Либо такую вину, либо такое шампанское. То есть ты не знаешь ничего. Знаешь, как мне говорят? Есть две новости. Есть плохая, есть хорошая. Сколько начинать? Я говорю, давай с плохой. Потому что, ну, надо знать, где очко, очки и тапочки. Это произвели за выражение. То есть, ну, мне было очень приятно. Мы еще сидели за столом на свадьбе. Ты там что-то там ходил, там что-то, ну, как ведущий там все делал, да? То есть все было хорошо. А я смотрю, сидит моя мама, смотрите, вообще. Они в прошлой жизни, почему в прошлой жизни? Потому что, ну, ты историю знаешь. Они не общались, да? А потом они сидели за ним столом, обнимались, улыбались, целовались и выпивали. Ну, я обычно говорю, эффект достигнут. Я смотрел на жену, ну, я видел, что ей было приятно и все хорошо. То есть это плюс. Ну, помнишь, как в нашем детстве, юношестве, там, собирались друзья, родители, доставали семейные альбомы, смотрели. Они были все распечатаны, какие-то были даже черно-белые и так далее. Ну, это было интересно, это была традиция, да? Черно-белые, черно-белые, а цветные почему-то были красные. Мы с тобой уже живем в современном мире и уже другие тенденции. Мы обсуждаем фотографии из Инстаграма. Вот чем мы сейчас и займемся. Что это, где это? Это Западная Украина, это речка Стрый. Это мы там купались. Просто понимаешь, когда приезжаешь в Львов, все сначала ходят по центральной части. Все думают, о, класс, класс, класс. А потом ты, когда ездишь, скажем так, по разным местам, и когда мы поехали чуть дальше, я говорю, хочу там, ну, дальше. Я хочу увидеть горы. У нас есть такое понятие Карпаты. Ну, да, да. То есть, а в реальности есть немножко Прикарпаття, Карпаты и Закарпаття. То, что ты был во Львове, там есть еще одна интересная история, о которой мы поговорим чуть позже. Пока что продолжаем смотреть в Тарафи. Тебя я узнал. Кто эти крымезни хлопцы? Никто крым нас. Расскажи мне об этом. Мы взяли купе и два верхних места было. Внизу с нами ехала девочка. Я ж, ну, типа, а мы ж на верхних полках сидим, как у голубей. Что-то просто понимало, да? Понимал, да. Тут подходит Ромчик. Ромчик – это ВДВ, да. А мы с Серегой, как там, они говорят, в российском овне. А чувство в разговоре есть небольшой напряг. Рома говорит, давай так, чтобы ты понимал, я ему показываю фотографии. Я говорю, смотри, это наши пацаны, которым я дарил бронежилеты, кразы бронировал, чтобы ты просто понимал. То есть, ну, мы не сепаров. Они просто все почему-то думают, что наша область, наша область Днепровская, да, Днепровская. То есть, очень много, ну, негодяев, которые по ту сторону. Я ему немножко пояснил, что мы не с той стороны, что мы нормальные, то есть, мы за Украину и все остальное. И он немножко расслабился, мы начали общаться. Мы душенно поговорили, мы очень душенно поговорили. Ну, и с ним же выпиваем, все хорошо. Тут какая-то остановка поезда. Опять стук-стук, ну, стук-стук. Открывается дверь, заходит человек, который седой. Тут по центру, да? Да, по центру, да. А, тоже военный, да? Да, он тоже военный, да. В общем, это попутчики, которые стали вашими друзьями, верно? Это просто попутчики, и мы сейчас очень плотно, хорошо, дружески общаемся. В общем, где бы ты не появлялся, ты меняешь судьбу людей. Это они меняют мою судьбу. Или они судьбу. Ну, за взаимодействие. Я просто... Давай. А любимый тост моей мамы за взаимопонимание. Хорошо. Хорошо. Празднование столетия театра. Да. Во Львове. Вот, и в связи с этим вопрос, каким образом предприниматель из Днепропетровска становится меценатом такого события громкого во Львове? Вот расскажи, пожалуйста. Во Львове работают все, кроме Львовских, скажем так. Из Днепра, из Чернегова, из Черкасса, Донецка. То есть, ну... Мы приезжаем. Я не понимаю, куда мы едем. Я в городе первый раз. То есть, я никого не знаю вообще. Приходим куда-то. Какой-то дом стоит. То есть, туда-сюда. А во Львов вы приехали по работе по сортировке мусора? Да, да. В полпятого там. Звонок в дверь. Выходит. Открывай дверь. Здрасьте, здрасьте. Это те люди, которых вы снимали комнату? Да. Ну, второй этаж. В доме мы снимали. То есть, я не знал, что они просто культурные деятели. Я не знал, что они работают в этом театре. Я за этот театр вообще даже не знал. Я понял, что во Львове я... Ну, у меня очень много предложений. И я начинаю бегать, чтобы ты просто понимал. По разным депутатам во Львове. Можете себе представить? Я российскомомный человек. Бегаю до разных депутатов. И пытаюсь. Если вам нужно, мы, возможно, хочем. Да нам нужно. Грибну. Они нас смотрят. Типа, наш. Они смотрят. О, Днепр. 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 Нахуй. Прости за мой французский. Но нет. Потом, по невериму, мне кажется. У нас будут встречи театру. Легкого театра. Ну, я просил в театру. Пан Степан тоже просил в театру. Ну, я, я, я очень не понимаю, о чем идет вообще даже речь, что он просто понимал. И она такая, говорит, у вас есть встречи театру. То есть, ну, ехал Шторос. То есть, давай, я познакомлю с директором. Ну, давайте. Ну, пришли. Пан Андрей Матяк, директора театра. Мы с ним поговорили. То есть, ну, у меня есть такая вещь. То есть, если мне человек не нравится, я никогда в жизни с ним работать не буду. Если даже мне это выгодно. То есть, потому что, ну, с гондонами работать-то, ну, прости за мой французский, опять, да, да. Я не могу себе позволить. А я сижу с человеком, а он сам творческая людина. Он как ты, чтоб просто понимал. То есть, он открытый, откровенный. Всегда сидит спокойно, смотрит в глаза. Рассказывает, как оно есть. Ну, с ним приятно разговаривать. И, скажем так, до того времени, пока я бегал по всем депутатам Львовской области, скажем так, сельским уголовам, там, мэрам небольших городов Львовской области, то есть, мне наше говорили. Ну, я вам затылфоную. Как он называется? Я вам перезвоню. Я когда начал обдумывать это и обсуждать сам собой, скажем так, да, то есть, думаю, ну, да, деньги большие. То есть, да, понятно, то есть, это, ну, столетия, пято-десятое. То есть, я приехал домой. Я жене сказал, там такая ситуация, я думаю, нам скоро надо будет ехать в Львов. А на чего? Я ей ничего не говорил. Я сказал, ну, просто там моя фирма, говорю, участвует в помощи, там, в определенном моменте туда-сюда. Я ей ничего не рассказывал. Когда уже все сделалось, скажем так, да, то есть, да, ну, оно было красиво, оно было классно. А ну, скажем так, я знал, что моей жене будет приятно. Моя жена, я думаю, по максимуму получила удовольствие. То есть, я получил, говорю, все другое, потому что те петухи, за которыми я бегал, чтобы, ребята, помогите, пожалуйста, подпишите договор, давайте сделаем, поработаем по-честному. Ну, просто, блядь, по-честному, понимаешь или нет? Когда все произошло, стояла толпа, человек 15, из этих депутатов, местных голов и все остальное, и тыкали эти визитки, чтобы просто понимал, вот и присуваты. Вот и все. И те люди, которые мне познакомили с директором этого театра, то есть, они перейднули мою жизнь, ну, просто, ну, с ног на голову. Просто все. То есть, когда оно все получилось, то есть, я не думал, что оно получится именно так. Я думал, что просто, знаешь, там, нам денег, да, то есть, моя фирма засветится, скажем так, по Украине, допустим, да, то есть, или хотя бы по Львову. То есть, и будет все хорошо. А оно все получилось совершенно по-другому. Я, это тот момент, знаешь, когда ты думаешь, ты сейчас подпалишь спичку, она вспыхнула и погасла. А она не вспыхнула, не погасла. Она, она горела. Она горела очень сильно. И, поверь мне, знаешь, когда ты идешь по Львову, тебе говорят, здрасте. Ну, этого многого стоит, честно. Так, это-то с актером, дальше тоже. Фотография, ну, почти аналогичная. Назар Заднепрост. Так, Назар Заднепрост. Не, честно, человек классный. Он смешной. Он смешной по разговору. Он себя правильно ведет. Он не хамлогалимая, скажем так. Так, смотрим дальше. Так, это старший брат Бенюка Богдана, Петро Бенюк. Его, к сожалению, сейчас нет. Даже в таком возрасте у него душа была как у 80-летнего. То есть он молодец. Он и творческий, он без короны. То есть он никогда не хвалился своим братом, да, младшим. То есть он, я есть я. Если кому-то не нравится, в сад. И тут мы подходим к родителям. Мама плюс папа равно любовь. Да. Я предложил родителям, что, ну, практически на катере. У меня родители скромные. Ну, мама педагог, папа просто токарь. То есть там столько стоит. Говорю, поехали. То есть они привыкли всего-то наше, имея очень мало, но этим гордиться очень много. А я наоборот. Имея в свое время очень много, гордиться очень мало. То есть я их тогда родителей сфоткал, да, говорю, давайте сфоткаю. То есть у меня просто мать с отцом, да, они живут всю жизнь. Они начали встречаться до того, как папа пошел в армию. Они до сих пор вместе. Ну, вот папа плюс мама – это, ну, мы понимаем, это равно любовь. Я им горжусь. Да, это… Я их люблю. Да, они родились, но вот разница – это факт, да. То есть и… Все, им огромный привет. Родителям привет. Спасибо за хороший пример. И за сына. Кто… Это тоже… Я не знаю, войдет ли это в интервью или нет. Это мой брат. Понял? А, это твой брат. Ты написал, а дуля всем дебилам, кто пытается обидеть мою семью. Правильно. Почему? Кто-то обидел или ты так на перспективу? Я старший брат. Ну, Влад у меня младший брат, да. Ну, ему, кстати, есть такое маленькое детское спасибо. Была та девушка, которая привела ко мне очень ценное внимание. Угу. Знаешь, вот когда вот не лежит и не хочется, да? И не стыд и не можется, да? Ну, ты меня понял, да? Я говорю, ты там, Саша выйдет погулять, Саша выйдет погуляйте. Я говорю, подлядь, я говорю, мало. Ну, ладно. Говорю, иди что-то ей скажи, чтобы все было нормально. Он, хорошо. А теперь представляй ситуацию. Так вот это теперь его жена. Не-не-не, представляй ситуацию. Он открывает двери. Стоит девушка. Девушка говорит, Саша дома? Он говорит, да. Я думаю, ссс, падла. Я тебя, блядь. Ну. А его можно? Он, нет. И приедет к двери. Класс. И закрывайте баба. Все. Я думаю, блядь. Красавчик. Ну, все. Понимаешь? Ну, вот. О. Фотография. Это здесь? Это где-то в дубовом гаю? Директор. Вот. Я так понимаю, что тебе сделали принт, друзья. Это был, наверное, день рождения подарок от Женьки. Да. Женька, да. Ты директор автосалона? Нет. Я директор. Я директор своей компании и все. То есть. А то, что там снизу, то есть это... Это твои автомобили, да? Это не все. Директор. Дальше смотрим. Директор, да. Так. Это, я так понимаю, один из бизнесов твоих? Это, да. Работа. Это одна из баз. Все мои знакомые друзья, в большинстве случаев, вот они стекло, там выпили баночку пива отдельно. Выпили вино отдельно. Выпили там водичку, колу, фанту. Я не знаю. Все что угодно. Оно все ложится отдельно. То есть все это привыкли выкидывать на мусор. А скажем так, ну это приносит деньги. Во-первых, это приносит деньги. Во-вторых, это экология. И стоимость пластика, чтобы просто понимал сейчас пластик, белый пластик. Кока-кола, бутылку возьмем, да, допустим. Или морщинская, вот как она стоит, да. То есть сейчас за столом. Это стоит 14 гривен килограмм. Металл стоит 4 гривны. Слушай, я рад, чтобы кто-то на этом зарабатывал. У нас, в общем, многие люди просто об этом не думают, не задумываются, не понимают, куда будет дальше. И то, чтобы Зеленский бы не говорил, как оно будет правильно, и бы законы не принимал, честно скажу. То есть пока люди, пока людям это не пояснят, пока не будут хотя бы программы, которые людям поясняют. То есть ничего смысла не будет. О, мы, по-моему, только что подошли к самому пику. Это 29 марта ты запостил фотографию. Половния дерево быстрорастущее. Это растение, в первую очередь, дает очень много кислорода. Оно самое быстрорастущее. Она растет более, чем бамбук. У половнии, то есть, есть очень много цветов. Есть белый, есть фиолетовый. То есть там разные. Я не знал, какие у меня цвета прислали, но знаю то, что оно будет красиво. И я буду рад тому, что когда молодые люди будут прижать ко мне в сад, будут фоткаться, когда все светит. Очень хороший медонос. То есть лучше, чем акация. Вот акация у нас считается самым большим медоносом, который дает мед пчелам. Это растение, оно свойственно вообще для Украины? Да, да. Нет, это не по-моему. Я хочу посадить сад, чтобы посмеялся. Очень большой сад. Слушай, ну ты такой идейный, у тебя столько проектов, что настоящий мужчина в свою жизнь должен родить сына, вырастить дерево, построить дом. Я так понимаю, у тебя и сын есть, и дочь, и не одна. Сколько у тебя детей? У меня... Сколько я был-то? У меня три дочери, один сын, плюс... У нас... А мне сколько? Два ребенка. Ну, то, что мы женой, да, то есть... Ну, тоже я считаю свое основное имя. Как ни крути, да, то есть... Ну... Как ни крути. Итого уже шесть. Вот и считай. Вот и считай. Да, вот и считай. Вот и считай. Аж надо было забыть любимая. Ты знаешь, я это когда услышал, думаю, б***ь, ну как? Ну как? Ну, ё-моё. Саш, спасибо тебе большое за беседу. Да всегда, пожалуйста. Друзья, ну и если вам оукнулась идея такого интервью, ставьте обязательно лайки под этим видео. Если я пойму, что вам было интересно, я приглашу следующего гостя. Ну, а если вы чувствуете, что вы можете стать следующим гостем, готовьтесь к следующему интервью и не забудьте подписаться на канал. Спасибо вам за то, что были с нами. До коня. Давай.